Дамы и господа, граждане и товарищи, хочу познакомить вас с данными недавно проведённого опроса The Parenting Group, издателя журналов Parenting и Baby Talk. Результаты опроса показали, что 90% мам дружат со своими детьми в Facebook. Вы знаете, более того, около 1 трети мам зарегистрировали своих детей, которым нет ещё 12 лет, хотя по условиям социальной сети Facebook до 13 лет там не имеют права никто регистрироваться. Получается, мамы нарушают правила Facebook. Это плохо? С одной стороны, да. С другой стороны, это хорошо, потому что это не уголовное право, это правило социальной сети Facebook, которое не настолько тщательно контролирует всю информацию, какая там есть. Там можно натолкнуться на бог знает что. Поэтому мамы, если регистрируют своих детей до 13 лет, они должны понимать, что главная задача для мам подготовить детей в течение нескольких месяцев, года, двух лет к активному участию в социальных сетях. Но для этого мамам нужно самим быть активными в социальных сетях. А как? Вы знаете, на семейных советах нужно собираться и обсуждать, что происходило в социальных сетях. Как подставляли папу, маму, что скажут дети, какой совет дадут они. То есть нужно устраивать такой совет семьи по поводу тактики и стратегии поведения в социальных сетях. Затем, давайте я прокомментирую несколько положений, которые были выявлены в результате этого опроса. Только 20% респондентов, то есть мам, ограничивает использование Facebook, когда никого из взрослых нет дома. Вы знаете, вообще ограничивать нужно, но за это нужно обязательно какой-то бонус детям давать. То есть когда мы ставим в рамки детей или нас ставят в рамки, мы хотим, чтобы за нашу ограниченную свободу, не по нашей воле, нас как-то похвалили, поощрили. Или, по крайней мере, нам показали, а какие результаты это приносит. То есть если дети не увидят практических результатов для себя, тогда эти ограничения они будут воспринимать как повод для вступления на тропу войны со своими родителями и мамами в частности. Мамы, вам это надо? Примерно 30% мам позволяют выходить в социальные сети после выполнения домашнего задания. Вы знаете, тут можно и нужно по-другому поступить. Домашнее задание вообще, оно состоит из нескольких задач. И после решения каждой задачи можно пускать их в социальную сеть, но не просто в социальную сеть, а после решения математической задачи, чтобы они могли посмотреть в социальной сети фотографии. После решения какого-то упражнения по русскому языку они имеют право написать что-то своим знакомым. То есть вы должны знать, что в социальной сети есть. Там есть видео, там есть фото, там есть общение с друзьями, там можно комментарии оставить. Вот уже 4 вещи. И там можно ссылочку какую-то кинуть. Кстати, можно детей записать в процессе решения ими домашней задачи, причем продумать какую-то игру смешную. Как вы это делаете? И записать это все, и выложить. То есть, чтобы домашние задания и участие в социальной сети стали вот так вот крепко объединены между собой. Следующий пунктик. Более половины матерей устанавливают лимит в 1 час в день на использование Facebook. Один час это не пойдет. Нужно давать им где-то часа 3 в день на участие в социальной сети. От 3 до 5 часов. Потому что через социальную сеть они могут опять же решать домашние задания, участвовать в обсуждении, в каких-то дискуссиях, что может вообще быть очень полезным. То есть, они по-любому будут в социальную сеть заходить, и чем больше будет этого лимита, тем больше они будут кратче. Как-то так вот. Короче, вы не узнаете, они зайдут. Они пойдут мусор выносить, и через полчаса придут. Потому что возьмут айфон, или зайдут к своему соседу, или в интернет-кафе, или в Макдак, через Wi-Fi. Короче, найдут возможность. Поэтому 1 час в день слишком маленький лимит. 77% матерей дружат в Facebook, по крайней мере, с одним из друзей своего ребенка. Этого слишком мало. То есть, нужно дружить... Вот у вашего ребенка вы должны узнать, сколько настоящих друзей в Facebook. Ну, таких с кем они переписываются. Допустим, их 10. Тогда вы начните дружить с 15-ю, с 20-ю их друзьями. Как? Ну, общайтесь с ними, комментируйте то, что у них есть, и узнавайте о них. Такую информацию, которая вам пригодится, чтобы поговорить со своим ребенком. А знаешь, вот по этому вопросу было бы неплохо тебе посоветоваться вот с этим Майком. А кто такой Майк, мама? Который у тебя в друзьях. Ты разве не знал, что он? И вы говорите, что он. Это будет классно. Далее. В среднем матери скачали около 11 приложений для своих смартфонов, но 4 из них были предназначены для использования ребенка. Мамы на самом деле должны скачивать эти приложения и уметь пользоваться ими, даже если эти приложения чисто игровые, какие-то развлекательные, так, чтобы благодаря этому приложению они стимулировали своих детей к учебе, к развитию, к умению налаживать контакты и влиять на окружающих. То есть детей нужно учить использовать все, что есть для того, чтобы это становилось рычагом влияния. В противном случае многие развлекательные инструменты в социальных сетях, всякие игры, например, они превращаются в инструменты манипулирования ими, выкачивания денег из ваших родителей карманов. Поняли? Ну и последнее. 40% мам позволяют своим детям играть в игры на своих смартфонах каждый день, а 35% разрешают своим отпрыскам использовать смартфон по крайней мере один час ежедневно. Я думаю, что здесь важно не только использовать эти смартфоны, чтобы детям дать. Важно, чтобы дети, когда это используют, они учили вас, играм, в которые они играют, и вообще тому, что они делают, используя смартфон. Вот это условие. То есть ты меня научишь. Я даю тебя, а ты меня научишь. Это поможет вам понимать своих детей, лучше чувствовать их, быть в теме, и в конечном итоге быть и друзьями, и хорошими наставниками для ваших... для ваших дорогих и любимых пупсиков. Встретимся в следующий раз. Пока. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok